Это своего рода индекс ESG, который даже приходит к нам некоммерческим организациям. Чистый результат индекса ESG заключается в том, что у вас есть несколько крупных фаворитов корпораций, таких как Amazon, Apple, BlackRock, Facebook и Google, и мы наблюдаем опостушение во время COVID-пандемии миллионов малых и средних предприятий по всему миру. Когда вы выдавливаете малый и средний бизнес, вы выкидаете средний класс. И если вы хотите, чтобы в вашем обществе была функциональная демократия, вам нужен средний класс. Поскольку у среднего класса есть время баллотироваться в мэры, они могут баллотироваться в городской совет, они могут баллотироваться в комиссариат, но у работающих бедняков нет на это времени. Вам нужен средний класс в обществе, чтобы иметь функциональную демократию. В индекс ESG и в большой перезагрузке экономическая справедливость включают массовые переводы богатства из таких стран, как Америка и страны большой семерки в страны со средним и низким доходом по всему миру. Мы смотрим на перспективу огромных переводов богатств. Классический пример – Парижский договор об изменении климата, в котором мы якобы выплатим несколько миллиардов долларов таким странам, как Китай и Индия. Они могут догнать нас экономически, пока мы закрываем наши электростанции, но им разрешено открывать все больше и больше таких же электростанций. Но более важным для цели религиозной свободы является вопрос о корпорациях, действующих как агенты государства. Бенито Муссолини определил тоталитерио, итальянское слово, и он определил его – нет ничего вне государства, нет ничего и ничего против государства. В рамках большой перезагрузки корпорации Америки начинают действовать как агенты федерального правительства. А в Британии корпорации начинают действовать как агенты британского правительства. Что это значит? Мы можем отменить выбор, или мы можем выбрать президента, если мы доверяем системе голосования, но вы не можете отменить избрание председателя Ford Motor Corporation, вы не можете отменить избрание председателя главного исполнительного директора Kaiser Health в Калифорнии, вы не можете отменить избрание председателя какой-нибудь из ваших крупных корпораций здесь, на Аляске. И когда эти корпорации действуют по указу и распоряжению государства и реализуют государственную политику, вы как граждане не можете это изменить. Эта государственная политика реализуется во всех корпорациях, и мы как граждане ничего не можем с этим поделать. Это фактически означает, что государство, как корпорации, когда они действуют как агенты государства, фактически приводит к актилитарной системе, в которой отдельному гражданину негде спрятаться. Это было в Америке три года назад, когда люди стремились к корпоративной карьере. Я не знаю, Kaiser Health или Adventist Health или Ford Motor Corporation, и за последние три года, я думаю, многие люди осознали, что лучше всего работать по найму, а не в крупной корпорации. Потому что крупные корпорации навязывают вам государственную политику, даже если Верховный суд считает эту политику неконституционной. Как это сделал Верховный суд? Например, обязательные прививки. Даже если они отменены Верховным судом, корпорации все еще заставляют делать их. Потому что Конституция защищает вас от злоупотреблений со стороны правительства, но не защищает от злоупотреблений со стороны корпораций. То же самое стоит свободой вероисповедания. Правительство ли вторая поправка? Все права, которые у нас есть в Биле о правах, являются нашими отношениями между федеральным правительством и отдельным лицом. Но эта Конституция не обязательно защищает ваши права, когда дело доходит до диктата вашего корпоративного работодателя. И мы обнаружили, что во время пандемии, таким образом, конечным результатом Большой Перезагурска является то, что в национальной демократии, такие как Австралия, Германия, Великобритания, Америка и Канада, все больше превращаются в послушные населения глобалистскими корпорациями, технократами и двусторонними агентами, такими как Всемирная продовольственная программа и Всемирная организация здравоохранения. Пара других особенностей Большой Перезагрузки, которые интересно отметить мимоходом. Большая Перезагрузка предполагает неограниченную миграцию или право на миграцию. И право на миграцию важнее всего, важнее вашего национального суверенитета с права на наши великие договора, которые были подписаны пару лет назад. Мы наблюдаем безудержную денежную эспансию бумажных валют. Мы собираемся подойти к этому более подробно через несколько минут, но в основном на Западе наши политики втаптывают наши валюты в землю. И это произошло не случайно. Они знают, что фиатные валюты или бумажные валюты в виде доллара в вашем кармане не будет через 5 лет. И они сейчас выжимают из него как можно больше, потому что знают, что он рухнет. И они уже планируют перезагрузку. Перемены придут, мы увидим это через минуту. Следующим результатом большой перезагрузки является то, что люди все больше зависят от государства в плане получения основного дохода с различными льготами. Снижается индивидуальная экономическая независимость. Есть персональные квоты на выброс углерода, мандаты на запрет, вакцины, неофициальные схемы, социальные кредиты. Я просто комментировал кому-то, что в моем билете на обратный рейс Чикаго написано, выброс углерода на каждого пассажира этого рейса составляет 80,5 тонн углекислого газа. Что-то в этом роде. И поэтому вы понимаете, что некоторые страны внедряют схемы углеродных кредитов и схемы компенсации выброса углерода. И поэтому, если правительство начнет измерять, сколько углерода вы выделяете, это всего лишь очень короткий шаг, прежде чем они начнут контролировать то, что вы производите с точки зрения углерода. Что означает ограничение на то, сколько вы можете путешествовать, ограничение на то, сколько, например, мяса вы можете съесть и другие ограничения на ваш образ жизни. К богатым это не относится, потому что они могут посадить лес на 100 акров, и это компенсирует, сколько машина не имеет, все путешествия, которые невозможно пожелать совершить. Таким образом, люди, которые снова могут быть больше всего затронуты углеродом, мониторингом выброса углерода и квотами на выбросы углерода, это средний класс. Работающая беднота мало путешествует, а средний класс он путешествует. Здесь, на Аляске, используются сноуборды. Мы навещаем наших родственников и так далее, поэтому, если вы просто посмотрите на свои авиабилеты, они теперь начинают отслеживать выбросы углерода, и это только вопрос времени, когда это станет контролироваться, а затем они станут ограниченными. У нас также есть неофициальные схемы социального кредита. Если вы следите за Китаем, в Китае действительно есть очень четкая схема социального кредита. Если вам не нравятся правильные вещи в социальных сетях, если вы не смотрите правильные патриотические фильмы, если вы не производите правильные патриотические логотипы в пользу президента, тогда ваши дети могут не пойти в колледж. Вы не можете получить работу у государственного работодателя, вы не можете получить доступ к низкопроцентной суде на жилье, вы можете вообще не получить доступ к банковскому счету. Итак, Китай очень четкая схема социального кредита. У нас в Америке есть неформальная схема социального кредита, и она известна как культура управления. В культуре управления, если вы скажете что-то не так, то вы будете уничтожены лично, профессионально, финансово и социально. И если вы не верите мне, если кто-то из вас здесь работает в штате Аляска, напишите сегодня вечером в Фейсбуке, что вы верите, что брак заключается только между взрослым биологическим мужчином и взрослой биологической женщиной. И посмотрите, сколько времени пройдет, прежде чем вы получите выговор от вашего начальника, если он вас вообще не уволит. То же самое относится к фирме Coca-Cola, то же самое к фирме Toyota, то же самое для фирмы Ford. Это то же самое для General Electric. Если вы публикуете библейское понимание человеческой сексуальности или брака, или природу того, что значит быть человеком, быть то мужчиной или женщиной, вы скоро обнаружите, что в Америке культура управления очень активна, и она будет искать вас. И в результате этого все больше и больше людей в Америке самоцензируют. Люди в Америке, люди теперь, они боятся публиковать то, что они на самом деле думают в соцсетях, потому что мы боимся негативной реакции интернет-толпы, которая ищет вас. И правда о том, что эти онлайн-банды существуют как внутри адвентизма, так и вне его. Если вы верите, скажем, в наше фундаментальное вероисповедание в природу человека, в котором говорится, что мы неделимый союз разума, тела и духа, что является отрицанием трансгендерной идеологии, которая говорит, что на самом деле вы отделены от биологического вас. Если вы пишете в адвентизме, вы верите в нашу фундаментальную веру в библейскую антропологию, вы найдёте пасторов, преподавателей, студентов в наших колледжах, которые придут за вами. Это реальность. Я знаю это, потому что я прошёл через это. Итак, это первое из этой большой перезагрузки. Второе. Это влияет на всех нас. Это четвёртая промышленная революция. Я поместил на экран первые три промышленные революции. Первая промышленная революция произошла в Британии с 1860-1840 год. Ключевыми технологиями были паровой двигатель и железная дорога. И это привело к основному, к массовому производству хлопчатобумажной и шерстяной одежды в текстильной промышленности Ланкашера и Йоркшера на севере Ангеле. Вы знаете песню? Да, это песня. Песня протеста против нечеловеческих часов, в которой рабочие должны были работать на фабриках и для владельцев фабрик Британии. Затем у нас есть вторая промышленная революция, которая была в конце 19 века, в начале 20 века. Было два ключевых компонента широко распространенного внедрения электричества и сборочного конвейера, которые положили начало массовому производству, такому как Ford Motor Corporation. Вы можете иметь любую машину, ваша машина может быть любого цвета, какого вы хотите, например, какого? Черного. Это производственная линия. Когда я родился или незадолго до моего рождения, мы вступили в третью промышленную революцию, и это эпоха компьютеров, полупроводников, персональных компьютеров и появления интернета. Вы знаете, когда я говорю своему 20-летнему сыну, что было время, когда интернета не существовало, он мне не верит. Было время, когда у нас не было сотовых елевонов, и он мне тоже не верит. Но это действительно так, Дэвид. Ты знаешь, что у меня не было мобильного, пока мне не исполнилось 26 лет. До этого я не знал, что такое мобильный телефон. Компьютеры действительно изменили то, как мир устроен во многих отношениях. Мы все знакомы с этим. Но сейчас мы находимся в том, что технологи называют четвертой промышленной революцией. И именно здесь мы наблюдаем глобальную интеграцию смарт-IT систем и 3D производства. И это открывает глобальную интеграцию. Это ключевой момент для достижения. Интеграция компьютерных систем по всему миру и наших цепочек поставок по всему миру и производственных процессов по всему миру. Это в основном требует глобального сотрудничества, если не интеграция в политическом и экономических измерениях. Это то, что мы видим в четвертой промышленной революции. Это некоторые из ключевых технологий четвертой промышленной революции. Первый — автономные автомобили, а еще есть 3D-печать. 3D-печать — это действительно увлекательная вещь. Если вы покупаете себе 3D-принтер и, скажем, ремонтируете машину или делаете ремонт на кухне, вы можете просто распечатать любую нужную вам запчасть. Прямо в офисе или дома вы просто распечатываете. И они даже сейчас говорят о том, что печатать протезы для отдельных лиц. Вы просто распечатываете его и можете прикрепить человеческому телу. Мы смотрим на передовую робототехнику. Сейчас мы не говорим о руках, которые делают автомобили. Всякий раз, когда вы думаете о робототехнике, мы думаем об этих роботизированных руках Ford Motor Corporation и General Motors. Передовой робототехникой мы говорим о нанотехнологиях. Роботы, которые меньше, чем может видеть человеческий глаз. И они выполняют промышленную задачу. Например, робот может быть вставлен в вас, чтобы имплантировать стенд в вашу руку или, например, в вашу аорту. Мы рассматриваем новые материалы, которые появляются в сети, такие как графен. Графен несколько раз прочнее стали. Он может быть намного меньше человеческого волоса. Новая технология, блокчейн. Мы придем к этому через несколько минут. Мы рассмотрим редактирование генов, цифровые валюты. Кто-нибудь слышал из вас о КРИПСПР? КРИПСПР — это техника, которая на самом деле существует около 12 лет. Святым Граалем редактирования генов являются редактированные зиготы, когда свернутозои встречаются с клеткой матки. Святой Грааль редактирования генов заключается в том, чтобы редактировать генетику зиготы достаточно быстро, чтобы отредактировать все человеческие болезни. Это Святой Грааль генетического редактирования и человеческих существ. Затем у нас есть искусственный интеллект. Искусственный интеллект на самом деле становится чрезвычайно мощным в наши дни. Искусственный интеллект, он может не просто думать сам, на самом деле у него есть чувства. И компания Google совсем недавно уволила инженера за то, что тот заявил, что один из роботов, которые он делал, обладает полным спектром человеческих эмоций. Вот некоторые из вещей, которые происходят в Четвертой промышленной революции. И то, на чем я хочу сосредоточиться в течение нескольких минут, поднимает глубокие вопросы о том, что значит быть человеком. Это вопрос трансгуманизма. Это не вопрос трансгендеризма, а трансгуманизма. Некоторые люди называют это людьми 2.0. Итак, основной идеей одного из отцов-основателей был Макс Мур, и он написал это еще в 1990 году. Трансгуманизм — это класс философской жизни, которые стремятся к продолжению и ускорению эволюции разумной жизни за пределами ее нынешней человеческой формы и человеческих ограничений с помощью науки и техники, руководствуясь принципами и ценностями, способствующими жизни. Именно здесь мы действительно начинаем задавать себе очень трудные вопросы как общество. Что значит быть человеком? Потому что в трансгуманизме основная идея, она исходит из эволюционной точки зрения, заключается в том, что мы эволюционировали так далеко, как человеческая раса, но нам предстоит пройти долгий путь развития. Это основная предпосылка. Вторая основная предпосылка трансгуманизма заключается в том, что искусственный интеллект сейчас настолько силен, что если мы не объединим человеческую биологию с искусственным интеллектом, то искусственный интеллект уничтожит всю человеческую жизнь. У них есть возможность сделать это сейчас Компьютеры могут иметь возможность, например, аварийно завершить работу всех самолетов Отключить все механизмы снабжения продовольствием Отключить электрическую инфраструктуру, отключить энергосистему И мы знаем, что у людей есть возможность сделать это Вы помните, как я сказал два года назад, что восточно-колониальный трубопровод из Флориды в Джорджию только что закрыли Хакер только что закрыл его У нас закончилась нефть и бензин на восточном побережье Мы очень уязвимы для хакеров, которые просто отключают ключевые части нашей инфраструктуры Но нас больше беспокоит и продвижение трансгуманизма, который говорит Если вы не объедините человеческую биологию с искусственным интеллектом, искусственный интеллект сокрушит человечество И это очень реальные опасения Теперь один из самых известных персонажей в этом на самом деле это Илон Маск Вы все слышали об Илоне Маске Когда мы думаем о Илоне Маске, мы думаем о Тесла и SpaceX А также думаем о Твиттере и так далее Но одной из главных страстей Илона Маска на самом деле является компания под названием Neuralink Neuralink базуруется в районе залива в Калифорнии И он разрабатывает инфлантируемые интерфейсы человеческого мозга Он уже начал это, он проводит эксперименты уже несколько лет Он получил лицензию несколько лет назад Что он якобы делает, так это работает с ветеранами Он говорит, что если вы ветеран и где-то на войне потеряли правую руку Мы поместим нейронную сеть, которая представляет собой сеть невидимых волокон через ваш мозг Мы будем использовать нанотехнологии, чтобы прикрепить каждую паутинку к электронам Нет, не к электронам, а к узлам вашего мозга Они будут прикреплены к вашему мозгу И поскольку ваше мышление в основном представляет собой электрические импульсы в вашем мозгу Затем они будут почитать мысли вашего мозга И отправлять их в цифровом формате с передатчика в мозгу, который там имплантирован в облако Если я смотрю, например, на мой мобильный телефон здесь И думаю, что у меня нет левой руки, но у меня есть роботизированная рука Я думаю, что хочу взять его Просто сам акт мышления не означает, что моя рука его поднимет На самом деле, Илон Маск активно ищет возможность объединить человеческую биологию Эксперименты на людях должны начаться в конце этого года Он уже закончил свои эксперименты на крысах и обезьянах Итак, основная идея, которую я только что объяснил вам Выходит за рамки этого Если вы посмотрите на трансгуманистические чаты и конференции Вопрос, что значит быть человеком? А теперь, кто вы? Вы сумма ваших воспоминаний и ваших знаний Вашей личности и вашего характера Все это хранится где-то там, в сером веществе Многое из этого находится в ваших банках памяти И поэтому идея, о которой сейчас говорят в трансгуманизме Заключается в том, что если вы сможете загрузить Ваши воспоминания, ваши знания и вашу личность на сервер в облаке Когда вы умрете, мы сможем загрузить их новорожденному ребенку Вы достигаете функционального бессмертия Вы просто населяете тело за телом Вот почему он поднимает глубокий вопрос о том, что значит быть человеком Когда вы объединяете это с редактированием генов Таким, как технология CRISPR, которая не идеальна Но еще недалеко до реализации Как вы знаете, на ширкомасштабном уровне Но с редактированием генов люди будут делать Я имею в виду дизайнерских младенцев Люди скажут, я хочу, чтобы мой сын был темноволосым, красавчиком, 6 футов рост Никто не скажет, что я хочу, чтобы мой сын был ростом 4 фута, 11 дюймов, хлюпиком, с косым глазом Никто не будет просить об этом при редактировании генов На самом деле никто не собирается этого делать Конечным результатом этого является то, что человеческая рация здорова отчасти потому Что внутри человеческой рации очень много разнообразия И как только мы начнем удалять нежелательные части этого разнообразия У вас останется гораздо более сдержанный активный геном человека Итак, на что мы смотрим сегодня? В нашей 4 промышленной революции мы наблюдаем одновременные прорывы Секвенирования генов, нанотехнологиях и квантовых вычислениях И все это появляется И все это повлияет на нас социально, биологически и политически Вот цитата Шваба в 2016 году И снова стоит прочитать, что они на самом деле говорят Потому что люди говорят О, это теория заговора Нет, почитайте, что они на самом деле говорят Адольф Гитлер не просто так начал убивать евреев в 1841 году Из ниоткуда Вы должны прочитать, что он написал за 10-15 лет до этого Чтобы понять, к чему все идет Многие люди читали его книжку «Mein Kampf» Евреи, многие из них уехали из Германии Потому что они могли видеть надпись на спине За 10 лет до того, как на самом деле начался Холокост Итак, вот что Шваб написал в 2016 году Он говорит Я чувствую, что требуемый уровень лидерства и понимания изменений Происходящих во всех секторах Низок по сравнению с необходимостью Переосмысления наших экономических, социальных и политических систем Чтобы отреагировать на 4-ю промышленную революцию В результате Как национальном, так и на глобальном уровнях Необходима институциональная база для управления распространением Инноваций и смягчения последствий В лучшем случае является неадекватной А в худшем вообще отсутствует К чему он на самом деле призывает здесь? К перезагрузке Он призывает перезагрузке глобального управления Чтобы справиться с 4-й промышленной революцией Вот к чему он там призывает Он говорит, что сегодняшняя институциональная структура Которая представляет собой правительство по всему миру Их институты в основном неадекватна Для управления 4-й промышленной революцией Нам нужно переосмыслить то, как выглядит глобальное управление Итак, они этого не скрывают Если вы читаете некоторые из его других работ Там гораздо более явно сказано, чем здесь Но в основном 4-я промышленная революция Это наши технологические процессы Параллельные большой перезагрузке Которая представляет собой перестройку наших экономических систем И это требует от нас И подталкивает нас к переходу в глобальной системе управления Вот чего требуют у нас эти два мегатренда прямо сейчас Это то, к чему мы идем Но то, что действительно говорит нам о том Вы знаете, что мы находимся в том, что мы вступаем в действительно опасные времена Это цифровые идентификаторы и цифровые валюты Итак, если вы пенсионер, живущий на фиксированный доход Вы можете не захотеть слушать это следующие полчаса Сейчас все экономики используют бумажные валюты Что такое бумажная или фиатная валюта? Фиатная или бумажная валюта использования слагательного наклонения Это латинское слово от глагола factory И оно означает творить Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!